Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я расскажу о дебюте «Новое начало». Вчера записывал уже это видео, но там немножко передернул ходы и хочу переписать его. Мне не понравилось качество видео. Но прежде чем мы приступим к рассмотрению вариантов из дебюта «Новое начало», я хочу ответить своим хейтерам. Скромный парень, назвавшийся Юрой, назвал меня дилетантом в шашках. Хочу ответить Юре, что мой тренер Александр Иванович Николаев, больше известный в шашечных кругах под кличкой «Президент», ибо он был первым президентом шашечной федерации Пермской области на тот момент, стоит в плюсе с Юрой. Также хочу ответить скромному парню Андрюше. он сказал, что такие люди, как я, никогда не станут гроссмейстерами. Да, действительно, я бы даже сказал больше. Я не то, что не стану гроссмейстером, я даже не стану мастером, потому что я не езжу на соревнования, я играю онлайн. Я играю ради удовольствия от игры. Кроме того, хочу ответить еще хейтеру по имени Денис. Он сказал, что я провожу аналогии из детского сада. Ну, тогда хочу привести другую аналогию. Во французской армии летчик, сбивший пять самолетов противника, назывался АС. В немецкой армии подобный летчик назывался Эксперт. Я хочу сказать, что на моем счету уже более пяти выигрышей над различными гроссмейстерами. Более пяти. То есть, друзья, я по сути шашечный эксперт. Кто бы там что ни говорил. Кроме того, я шашечный пропагандист, так как я пропагандирую эту древнюю игру. И я аналитик. То есть, я работаю с помощью шашечной программы Тоши. Я нахожу те варианты, которые тот же скромный парень Юра шлифовал 10 лет. А я с помощью компьютерной программы Тоша за один час нашел выигрыш в этой позиции. Который не давался ему более 10 лет. Ну, ладно, друзья, довольно лирики. Давайте рассмотрим дебют «Новое начало», который встретился в моей партии против белорусского кандидата в мастера Марата Лева. На турнире мастеров мне выпало в микроматче с Маратом Левым из Белоруссии вот такой дебют. Значит, CD4, HG5, BC5 и DC3. Ну, в нормальном виде дебют «Новое начало» возникает после ходов CD4, BC5. И здесь обычно играет BC3. Но иногда хотят запутать своего соперника, играют DC3. В этой позиции лучше всего отвечать именно HG5. Я как-то в партии против очень сильного мастера Мажита Саршаева разменялся вот таким образом. И Мажит после подобного размена получил очень приятную позицию белыми. И в конце концов реализовал ее. Так что размениваться подобным образом за черных я не рекомендую. Это плохо. Лучше всего в этой позиции играть CD4. Ну и черным лучше всего размениваться ходом GF4. Белым лучше всего бить на E5. Ну и после всех разменов возникает вот такая позиция. В партии против Марата левая я сыграл ED6. Ну и Марат здесь сыграл BC3. Здесь никаких особых преимуществ нет ни у одной из сторон. И партия очень быстро закончилась в ничью. А вот во второй партии против Марата я сыграл ED2. Далее в партии было FE5, DC3, GF6, HG3, HG7, GH4. Ну я огрыжу отдать одну шашку, затем вторую и побить 3, прорваться в дамки. Поэтому черный играет GH6. Здесь я пошел FG3 и Марат ответил DC7. В этой позиции, друзья, я ошибся и сыграл GH2. Это неверный ход. То есть затем последовало CB6, я разменялся вперед. Ну и после хода B7, размена, черные разменялись. И партия также очень быстро закончилась ничьей. Тут ничего нет интересного. Гораздо сильнее в этой позиции за белых играть EF4. Этот ход практически выигрывает партию. То есть в ответ на ход CB6 белые грозят GF2 сыграть, затем отдать одну шашку, вторую и поставить рожон на поле F6. Чтобы это предотвратить, черные должны играть следующим образом. То есть в ответ на ход EF4 черные должны играть FG7, другого нет. То есть на ход GF2 черные здесь уже построили ударные колонны в центре и могут разменяться подобным образом. И тут у черных особых проблем нет. Но у белых здесь в этой позиции есть красивая комбинация. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют FG5. Отдают две шашки третью, четвертую и забирают три шашки и прорываются в дамки. Комбинация кажется невыгодной. То есть мы отдали три шашки, забрали, вернее отдали четыре, забрали три шашки. Это невыгодно. Но на самом деле это нормальная комбинация, она ведет к очень большому преимуществу белых. То есть в ответ на ход HG3 мы занимаем нижний двойник. Сейчас жертвовать шашку нельзя, ставить дамку, потому что она будет тут же поймана. Поэтому черным приходится играть B7, то есть ставить упор для того, чтобы вытеснить дамку белых с нижнего двойника. Белые уходят на поле C3 дамкой. Ну и после жертвы черные ставят дамку, но здесь позиция очень плохая. То есть белые играют EF4 и в дальнейшем грозят провести вторую дамку, постепенно отъесть вот эти две шашки слабые, ну и также попытаться провести еще шашки свои в дамке. Компьютер показывает, что здесь есть ничья за черных, но в практической партии защитить эту позицию практически нереально, особенно в блице. То есть я считаю, если вы получите вот эту позицию форсированно, то скорее всего вы победите в этой партии. Данный план был найден в партии гроссмейстером Александром Кандауровым против Геннадия Шапира. Сейчас Геннадий, по-моему, в Германии живет, тоже гроссмейстер уже на данный момент, а тогда он был мастером, кажется. Партия игралась в 87-м году. Очень красивый план. Но, друзья, в этой позиции все-таки черные могут уравнять ее. То есть после хода ED6 белые, допустим, играют АЖ3, хотят снова провести этот план. В партии против того же Мажита Саршаева. Ну, 10 лет назад вот эта позиция встретилась у нас в партии. Я играл белыми, то есть здесь можно за черных защититься. Мажит сыграл F7, но после хода ED2 черные играют Bc5. И на ход Dc3 ED6. То есть я в этой позиции разменялся. Черные нападают на шашку, отыгрывают ее. Но лучше всего отдать вот таким образом и играть АБ2. Далее в партии последовало Fe5, Bc3, Bc5, GH4, Gf6. И здесь я сыграл FG3, а Мажит пошел АБ6. В этой позиции я разменялся вот таким образом. И Мажит сыграл Ба5. Я сыграл EF4, черные АЖ7. И АФЕ3, черные ЖА6. В этой позиции лучше всего играть CD4 за белых. Ну, после размена все-таки партия тоже быстро заканчивается ничей. Например, АБ4, CB6, Ба5, Bc5. Белым надо размениваться. Ну, черным, естественно, надо бить в эту сторону. И после хода DC5 мы точно играем DE3. Ну, и здесь, как говорится, можно приступать к мирным переговорам. Я же в этой позиции сыграл Gf2. Надеюсь победить моего соперника. В этой позиции за черных есть три хода. Первый ход Fe5 уже проигрывает. То есть белые закрываются, FG3. Надо жертвовать шашку и нападать. Ну, белые ставят присоску. После хода АБ6 надо бить две шашки. Белые бьют одну. Ну, и здесь черные жертвуют шашку. Но это не приносит им облегчения. То есть после постановки белыми дамки лучше всего ставить дамку... Ну, лучше всего вообще скинуть шашку. Потому что, видите, на это поле ставить нельзя дамку. Потому что белые выигрывают. То есть на такой ход дамка ловится таким образом, а на такой вот таким образом. И дамка черных погибает в петле. Поэтому для сильнейшего сопротивления черным лучше отдать шашку. Но белые здесь могут точно побить на Б6. И теперь, если черные ставят дамку на Е1, мы занимаем большую дорогу. Проводим все три шашки в дамке. И строим треугольник Петрова, легко побеждая. Кто не знает, как строить треугольник Петрова, подсказку оставлю в верхнем правом углу. Можете посмотреть, как там выигрывает правильно. Если же черные ставят дамку на поле Ж1, то правильно играть именно Б7. То есть закрываться нельзя. Черные займут большую дорогу. То есть, видите, грозят. А если белые, допустим, занимают сами большую дорогу, то черные нападают и снова возникает эта позиция. То есть будет ничья с помощью так называемого вечного шаха. Есть такое понятие и в шашках, и в шахматах. Но в этой позиции точно играем Б7. То есть, видите, друзья, грозим поймать дамку черных следующим ходом. Им надо отходить. Тогда мы занимаем большую дорогу. Ну и здесь также проводим все три шашки в дамке. Строим треугольник Петрова и легко выигрываем. Также в этой позиции за черных плохо играть и ФГ5. Потому что белые нападают. Ну и после того, как черные размениваются, играем ЕД4 и на ход СБ6. Играем именно ФЕ3. То есть, здесь ДЕ5 не дает преимущества, потому что черные сыграют АЖ5, ставят так называемую присоску. Ну и куда бы белые не били, все равно здесь преимущества у них нет. Партия быстро заканчивается ничьей. Играем именно ФЕ3 и на ход ДЦ5 играем ДЕ5. Далее БА5, ЕФ6. И здесь надо за черных играть именно АБ4. Этот ход ведет к ничьей. Но здесь белые могут поставить вот такую симпатичную ловушку, сыграв ФЕ5. Ну то есть, естественно, ФЕ7 нельзя играть, потому что черные сыграют СД4. Ну и куда бы белые не побили, будет ничья. Поэтому играем ФЕ5. И здесь к ничьей ведет лишь ход АЖ3. А вот ход АЖ5 здесь уже красиво проигрывает. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Он здесь довольно-таки симпатичный. То есть, играем резко ЕД6. Но если черные бьют в эту сторону, мы бьем на поле С5. И видите, друзья, черным просто некуда ходить. Они очень быстро проигрывают. Если же черные бьют в эту сторону, тогда бьем в дамки. Ну и после вынужденного хода АЖ3 играем ФЖ7. ФЖ7. Черные играют ЖЖ2. Нападаем дамкой на поле Д4. Дамку здесь ставить нельзя, так как мы победим. Поэтому черным приходится играть СБ2. Бьем именно на поле Б2. Снова дамку нельзя ставить, потому что она погибает из-за шлагбаума. То есть, вот эта шашка, когда она мешает своей же дамкой, называется шлагбаум прием. Поэтому черные жертвуют шашку. Ну и затем только ставят дамку. Мы поджимаемся вот таким образом дамкой. И затем проводим также все три шашки в дамке. Строим треугольник Петрова и легко выигрываем. А ничья в этой позиции была после хода АЖ3. Например, ФЕ7, ЖЖ2. Белые ставят дамку на Д8. И черные здесь красиво отдают две шашки. Вот таким образом. То есть, какую бы сторону белые не побили, тут размены будут. Поэтому надо бить две шашки. Черные ставят дамку на поле Ж1. То есть, видите, грозят побить шашку и занять большую дорогу. Либо отсечь шашки белых по двойнику от походов дамки. Поэтому белым надо отходить. Черные снова нападают. Ну и здесь партия уже заканчивается ничьей. Но Мажит уже в те времена, хоть он и был очень молод, он играл отлично. И здесь он провел вот такую жертву АБ4 и играет ФЖ5, тихий ход. И, друзья, здесь белым для достижения ничьей играть надо очень точно. То есть, я помню, в тот момент у меня на часах было две минуты. Вот сейчас мне просто смешно вспоминать, как я не нашел в этой позиции ничью. Но, тем не менее, это так. Я ошибся и проиграл. То есть, я в этой позиции сыграл, отжертвовал шашку и сыграл ФЖ3. Это проигрывает. Черные нападают. Надо отходить. Черные бьют шашку. И белые нападают шашку, надеясь прорваться в дамки и достичь ничьей. Но Мажит здесь точно ставят дамку на поле Ж1. Жертвуют одну шашку, затем вторую. И нападают на шашку Ф4. Ну и как бы белые здесь не играли, в партии было. Я отжертвовал шашку и сыграл АБ6. Черные играют ФЕ3. Ну и здесь партия очень быстро заканчивается. То есть, на так играем так. И на так ставим дамку. Ну и белые здесь быстро проигрывают. Вот именно так победил Мажит Саршаев. Красиво. А ничья в этой позиции была, да, после жертвы. И здесь надо точно пойти АБ4. И на ход АБ6 белым надо сыграть точно ФЖ3. Ну то есть, естественно, БА5 нельзя. Просто черные сыграют БЦ5. Белым некуда ходить. Играем ФЖ3. Ну и здесь лучше всего за черных сыграть именно БЦ5. То есть, в этой позиции белые могут достичь ничьей после хода Ж4. Есть ничья там. Но там играть надо точнее. Но здесь более простая ничья. Играем ЕД4. Черным надо бить именно в эту сторону. Тогда мы нападаем таким образом. Ну и здесь как бы черные не играли. Например, ДЕ3. Ставим дамку на Ф8. Черным надо пытаться занять большую дорогу. И на этот ход играем ЖФ4. Следующим ходом играем ФЖ5. И разминиваем шашку А6. И достигаем ничьей. Друзья, если вам понравилось данное видео, то, пожалуйста, поставьте мне Лукаса. Подпишитесь на канал. Можете поделиться этим видео в соцсетях. Пишите ваши комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. Ну а своим хейтерам я хочу ответить, что еще раз. Не переходите на личности. И тогда подобных предисловий в моих видео больше не будет. Давайте уважать друг друга. Ну или хотя бы не трогать. Друзья, играйте много. Играйте честно. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. Субтитры сделал DimaTorzok